А мы собрали самые яркие примеры, когда должностные лица, силовики, чиновники отказывались от взяток. Александр Руяткин посмотрел, насколько принципиальны госслужащие в сибирских городах. В Омске, к примеру, от взяток чаще всего отказываются работники правоохранительных органов, а подкупить чаще пытаются сотрудников госавтоинспекции. Суммы вознаграждений разные. Полицейским предлагают от 500 рублей до 50 тысяч. Большинство предложений поступает от водителей, которым грозит крупный штраф, лишение водительских прав или даже уголовная ответственность. В прошлом году от взяток также отказывались судебные приставы, следователи и представители патрульно-постовой службы. Новосибирские автополицейские о попытках подкупа сообщают реже. Видимо, там водители более дисциплинированы. А вот другим представителям правоохранительных органов предлагают более щедрое, чем в Омске, вознаграждение. Так, следователь областного управления полиции отказался от полумиллиона рублей. Деньги предлагали за прекращение уголовного дела. Сотрудник наркоконтроля не стал брать 45 тысяч рублей от гражданина Кыргызстана за то, чтобы тот не передавал следователям материалы о его родственниках, которых накануне задержали за торговлю наркотиками. За прекращение исполнительного производства пытались подкупить и судебного исполнителя, должник. Предлагал приставу 50 тысяч рублей, чтобы не лишиться дорогой иномарки. А вот о чиновниках, отказавшихся взять деньги, в последние годы ничего не слышно. Напротив, именно им принадлежит рекорд по сумме незаконного вознаграждения. Так, замглавы одного из районов Новосибирской области Александр Юркевич не удержался от взятки в 53 миллиона рублей. Несколько принципиальных полицейских проявили себя и в Томске. Сотрудникам полиции предлагали деньги, чтобы те не выписывали протоколы предпринимателям за продажу алкоголя несовершеннолетним. В другом случае вознаграждение предлагалось за то, чтобы забрать автомобиль с перебитыми номерами со штрафстоянки. Правоохранители от взяток отказались, за что и получили премию от руководства. Правда, насколько сумма денежной премии отличалась от взятки, в ведомстве не уточняют. А вот одного из региональных чиновников Томской администрации, отказавшегося от вознаграждения в 200 тысяч рублей, наградили почетной грамотой и премией в 50 тысяч. В Кузбассе осудили бизнесмена за отдачу взятки сотруднику налоговой службы. Генеральный директор одного из акционерных обществ готов был раскошелиться почти на 250 тысяч рублей, чтобы не возмещать скрытые организации налоги в сумме полутора миллионов. Сотрудник налоговой службы о коррупционном предложении сообщил в ФСБ. В итоге бизнесмена арестовали.